Брестские таможенники изъяли порядка 160 килограммов гашиша, который пытались везти из соседней Польши. Такого количества хватило бы более чем на 320 тысяч доз, а стоимость изъятого наркотика на черном рынке составила бы более 5 миллионов долларов США. Транспортное средство Mercedes-Benz следовало из Польши на территорию Республики Беларусь через пункт пропуска Козловича. С целью проведения таможенного контроля транспортное средство было направлено в инспекционно-досмотровый комплекс. Полученная сканограмма свидетельствовала о том, что за передней стенкой рефрижератора находятся нехарактерные вложения, что и подтвердил таможенный досмотр. В результате из передней стенки полуприцепа таможенники извлекли 186 сверстков с веществом светло-коричневого цвета весом около 160 килограмм. По данному факту Брестской таможне возбуждено уголовное дело. В управлении государственного комитета судебных экспертиз по Брестской области для проведения комплексной судебной экспертизы наркотических средств и психотропных веществ и судебной генетической экспертизы были предоставлены более 180 свертков, обнаруженных и изъятых сотрудниками таможни в Международном автомобильном пункте пропуска Козловича в ходе проведения таможенного досмотра транспортных средств, следовавших из Республики Польша в Республику Беларусь. Внутри полуприцепа грузового транспортного средства под управлением гражданина Беларуси были обнаружены данные свертки. В ходе проведения исследований судебными экспертами достоверно установлено, что в свертках находилось опасное наркотическое средство, не используемое в медицинских целях, а именно гашиш. Судебным экспертом Брещины на исследование поступают различные наркотические средства и психотропные вещества, синтетического и растительного происхождения, изъятые у граждан. Гашиш, обнаруженный в Брестской таможне, – самая крупная партия наркотиков растительного происхождения, поступившие на исследование с начала тепущего года. Из веществ растительного происхождения, которые к нам приходят на экспертизу, это классика марихуана и гашиш, гашишное масло, маковая солома. Синтетика, которая сейчас наиболее распространена, альфа-ПВП, эфедрон, метадон. Наиболее часто и основными, скажем так, инициаторами значения экспертиз нашего управления являются сотрудники Министерства внутренних дел, сотрудники таможенного и следственного комитета. Через руки наших экспертов проходят все те вещества, из-за которых люди, молодые люди ломают свои жизни. И глядя на то, что они продают, что они употребляют, становится действительно страшно за наше поколение, за наше будущее. Потому что люди, молодые люди в 14, 15, 16 лет необдуманно уходят в тюрьму. Перед тем, как решиться на преступление, важно помнить про неотвратимость наказания. Ведь погоня за призрачными деньгами бывает успешной только в голливудских триллерах. На деле рано или поздно она обернется реальным тюремным сроком. Людмила Логодич, Эдуард Бакунович, Юрий Лемонтович, телекомпания БУК-ТВ.